МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжают. Новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в выпуске. Отель на колесах. Дагестан встретил туристический поезд «Жемчужина Кавказа». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивные состязания, национальная кухня и конкурс «Стреголей» в Кузакском районе широко отметили День Чабана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была только земля, а теперь и дом. Благотворительный фонд «Инсан» собрал средства для строительства жилья Аминат Магомедова из Пунтинского района. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благородство и изящество. Соревнования по конкуру, посвященные 1 мая, прошли в Махачкале на ипподроме «Зебра». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве пьяный 19-летний водитель на высокой скорости врезался в авто, в котором находилась семья из Дагестана. В момент смертельной аварии зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Родители погибли на месте, а их сыновья с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Виновника ДТП Олега Кордонского, Троицкий районный суд Москвы, арестовал на 2 месяца, то есть до 30 июня. Следствие обвиняет его в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть двух или более людей. Погибшие супруги воспитывали пятерых детей. И к другим темам. В Махачкале более 5000 человек приняли участие в Детанте Победы. Международная акция посвящена событиям Великой Отечественной войны. В течение 45 минут участники должны были выполнить 25 заданий. Вопросы касались победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, прорыва блокады Ленинграда и юбилеев писателей-фронтовиков. Всего в республике работали более 150 площадок. У каждого из присутствующих была возможность также написать письмо военнослужащим в зону СВО. Дагестан встретил туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Накануне он прибыл на перрон вокзала в Дербенте, где встретили национальными танцами и концертом. Здесь гости республики смогут увидеть цитадель на рынке Ла, Сулакский каньон, песчаный бархан с рыком и другие достопримечательности. Расписание распланировано таким образом, чтобы в течение дня туристы могли попасть на экскурсии, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как отель на колесах. Состав поезда состоит из 19 современных вагонов. Здесь присутствуют вагоны, которые были построены в 2024 году. Это все купейные вагоны. В поезде три класса вагонов. Это вагоны купе, это вагоны СВ с двухместными купе и вагоны Люкс. Впервые в истории российских железных дорог состав поезда включен вагон СПА, в котором пассажиры могут провести время после экскурсии. Отметим, что туристический поезд следует по маршруту Москва-Майкоп-Владикавказ-Грозный-Дербент. Рассчитан он на 200 пассажиров. Жемчужина Кавказа курсирует каждую неделю с мая по сентябрь. Дагестан отметил День Чабана. На празднике животноводов нашлось место всей палитре местного колорита. Папаха с буркой, горская кухня и лезгинка. Ну и как же без главных виновников торжества – овец и пастухов. За гуляниями наблюдала и наша съемочная бригада. В Худзакском районе Дагестана гуляют все чубаны республики. Сегодня их профессиональный праздник. И провести его решили в населенном пункте Языковка на Кизюртовской зоне отгонного животноводства. На всей территории празднования развернули настоящий палаточный городок. Здесь представлена культура своего народа, его быт, ремесла и национальная еда. Животноводцы с удовольствием ждут этого праздника. Они целый год ждут. Один праздник, один раз в год, который идет. Сейчас пока перегон не начался, пока проблемы их не начались. Охотная кампания закончилась. И получается вот период такой, праздничный период для животноводцев. Напротив подворья – выставка дагестанских овец. Восемь крупных хозяйств представили различные породы мелкорогатых. Дагестанская горная, тушинская и эдельбаевская. Эти те овцы, которые получили признание жюри. Сегодня была как маленькая репетиция перед предстоящей выставкой овец, которая пройдет в городе Каспийске 23-25 мая. Спасибо, конечно, и администрации Ходзовского района за это мероприятие, что они действительно не забывают наших чабанов. На празднике чабаны могли продемонстрировать и свои навыки по стрижке овец. Соревноваться в ловкости и скорости животноводы могли на конкурсе «Стрегалей». Программу праздника также вошли спортивные состязания. Коллективную силу и выносливость оценивали в перетягивании каната. В индивидуальной же программе силачи соревновались в поднятии гири. По теме от Ханапова, Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кунзакский район. Благотворительный фонд «Инсан» не перестает радовать малоимущих. Пожилая жительница села Шапих Цунтинского района стала обладательницей нового дома. Аминат Магомедова волей судьбы была вынуждена жить в ветхом щитовом строении. Построить новое жилье не позволяли обстоятельства. Женщина потеряла сына, а дочери не могли существенно помочь. На свой скромный доход Аминат смогла накопить только на покупку земельного участка. Теперь же личный вопрос Аминат в прошлом. И действительно, руку к этому доброму делу приложил не один человек. На благотворительный сбор от «Инсан» откликнулись сельчане и жители всего района. И о спорте. Дагестанские вольники вышли в лидеры на чемпионате России, походившем в Москве. Медаль высшей пробы нашей сборной принес Завур Угоев. Хасавюртовец завоевал золото главных внутренних соревнований в седьмой раз. В финале в весе до 61 килограмма олимпийский чемпион с минимальным преимуществом победил у земляка и партнера по команде Башира Магомедова. Серебро в весе до 92 килограмм у Асхаба Саудулаева. Мы уже опытные ребята, уже с эмоциями справляемся. Главное, оба уходим на стройку, на ковер. Все был лучший готов, тот и выиграл. Башир Магомедович достойный парень, очень серьезный оппонент. И он только до конца борется, и одну удовольствие бороться. Завур, как решил побороться 61 килограмм? Это твой дебют в этом весе, насколько было сложно? Сложно было, да. И Башир мощный, и остальные все ребята мощные. И дается, конечно, с такими ребятами тяжело бороться. Они физически сильные и мощные. Я думаю, справился я еще не в такой хорошей форме, на запасе поборолся. 57 выиграл Россию, 61 выиграл Россию, 65 мы тебя увидим когда-нибудь? Наверное, 65 когда-нибудь увидим. Через пару годиков. В третий день соревнований на золото будут претендовать еще трое наших вольников. Двое из них, Магомед Магомаев и Гаджумурад Олегмаев, будут оспаривать награду высшие пробы в очной встрече. Также в финал пробился и чемпион Европы Курбан Шираев. Борцы остальных олимпийских весовых категорий выйдут на ковер завтра, 3 мая. Напомним, что итоги чемпионата России станут определяющими при формировании состава сборной страны на Олимпиаду в Париже. Самый зрелищный вид конного спорта. Сотни зрителей на трибунах. Соревнования по конкору, посвященные 1 мая, прошли в Махачкале на ипподроме «Зебра». Почти два десятка участников. Высший уровень сложности, как на Олимпийских играх. Женщины выступают наравне с мужчинами. Конный спорт в Дагестане активно развивается. И это мероприятие еще одно тому подтверждение. С подробностями с Алия Магомедова. В конно-спортивном клубе «Зебра» в праздник весны и труда было особенно многолюдно. Здесь занятия по душе могли найти для себя и взрослые, и дети. Чтобы не скучали самые маленькие посетители, для них организовали спортивные секции и образовательные викторины. По улыбкам на лицах ребятишек понятно, они довольны происходящим. Прекрасно. Мы только что приехали. Вот здесь так много людей. Очень весело здесь. Шумно, классно. Все понравилось, все прикольно, так красиво. Играли, участвовали в соревнованиях. Мы проиграли. В состязаниях все хорошо организовано, весело их развлекает. Нам очень нравится. А это племянник третьего места, сын первое место занял по силовому перетягиванию. А взрослым же пришлось по вкусу состязание по конкуру, которое сейчас по праву считается одной из самых красивых дисциплин конного спорта. Участие в нем приняли спортсмены из Дагестана и соседней Чеченской республики. Наездникам и к скакунам необходимо было преодолеть три маршрута. При высоте препятствий в 70, 90 и 105 сантиметров. Это, конечно, пока что не такие большие высоты, но мы планируем каждый год увеличивать высоту. Посоревновались в скорости и частоте прыжков 20 наездников, в их числе и 15-летняя Сиат Манапова из Махачкалы. Девочка занимается конным спортом 3,5 года и уже многое знает об особенной связи между жакеем и его напарником. Если спортсмен нервничает, то и лошадь тоже будет нервничать. И если уверенность есть, то тоже как-то коню передается. За выступлением спортсменов внимательно следили зрители, которые окружили арену со всех сторон. Сюда за позитивными эмоциями и праздничным настроением они приехали целыми семьями. Пришел на 1 мая по привычке отдохнуть, с семьей развязываться, тем более на природе, такой хороший повод. Ну, все очень замечательно, организовано. Честно говоря, первый раз на таком виде спорта, раньше видел по телевизору. Очень интересно, очень захватывающе, приятная обстановка. Конный спорт, очень даже необычный спорт. Не везде можно это увидеть. Если бы была бы возможность, если бы умел, конечно, захотелось бы поучаствовать там. А так впечатления максимально яркие. Организаторами мероприятия выступил конно-спортивный клуб и администрация Махачкалы. В целом атмосфера праздника и веселье в этот день царила на разных площадках дагестанской столицы. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гассанов, Новости ННТ, Махачкала. В честь муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и жители селения Батлух Шамильского района провели турнир по мини-футболу. Участие в нем приняли 10 команд. Среди игроков проводили состязания в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший игрок» и «Лучший защитник». Сегодня у нас проходил седьмой по счету Кубок Батлуха по мини-футболу. В этом году мы ее решили провести в селе на новом поле, на прекрасном поле, которое нам построили в прошлом году. Мы решили ее провести в честь нашего муфтия Ахмада Афанди Абдуллаева. Это седьмой ежегодный турнир на Кубок по мини-футболу. Ранее он проходил в Махачкале. В этом же году было решено провести в ауле Батлух. В завершении мероприятия жители села записали видеообращение муфтию Дагестана, где высказали слова верности шейху и поблагодарили за мир и спокойствие в регионе. Главная победа для жителей Батлуха – это то, что мы проводим турнир в честь шейха Ахмада Афанди. Цель этого мероприятия – достичь довольства Всевышнего, придерживаться истинного пути, не выходя за рамки дозволенного, жить в единстве. В свое время мусульмане объединялись вокруг пророка, мир ему. И если сейчас мы не объединились вокруг нашего муфтия, у нас не будет единства, справедливости и развития в религии. По одиночке мы не сможем придерживаться ислама, поэтому нам необходимо держаться за него, следуя за нашим имамом и муфтиятом. Готов к труду и обороне всей семьей. Под таким девизом прошел фестиваль ГТО среди учащихся школ имени Юсупова и Ватан. В торжественной части со словами приветствия к участникам обратились чемпион мира Курамагамед Курамагамедов и заместитель министра по спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков. Мероприятие проходило в доброй и веселой атмосфере. На трибунах скандировали группу поддержки из числа одноклассников, классных руководителей, педагогов и родителей. В первую очередь хочу сказать спасибо руководству школы, которые организовали такое важное мероприятие для учащихся. Они, видно, заботятся не только о духовном здоровье, об образовании детей, но и о физическом здоровье. Постоянно организовывают различные мероприятия, чтобы держать детей в хорошем тонусе, чтобы они смогли вырасти достойными представителями нашего общества, чтобы мы могли им гордиться. В спортивной программе фестиваля были различные виды испытаний. От подтягивания на высокоперекладине до прыжков в длину. Результат каждого участника заносился судьей в протокол тестирования, по результатам выполнения которых присуждали знаки. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова